Спортивная жизнь это нескончаемый путь испытаний и вызовов. Но для этих спортсменов дорога к победе это прежде всего путь мяча. Меня зовут Геннадий Войтович, в эфире вот это спорт. Сегодня смотрим Хэндо. Наш проект покажет вам малоизвестные виды спорта. Мы расскажем как они возникли, правила, как развиваются в нашей стране и во всем мире. Вот это спорт расширяет ваши границы спорта. Хэндо! Киндо – это японское боевое искусство фехтования. Сражения на мячах с незапамятных времен являются неотъемлемой частью японской культуры. Однако в современном понимании киндо формируется на рубеже 19 и 20 веков. Так, в 1895 году создается организация «Дай Ниппон Бутокукай», которая нацелена на популяризацию фехтования, возрождение самурайских традиций и укрепление японского духа среди молодежи. Впоследствии это общество вводит понятие киндо. Движение начинает развиваться и в 1929 году состоялся первый турнир на Кубок Императора. Миновав послевоенный кризис, киндо получает признание не только в Японии, но и в других странах. А в 1970 году создается Международная федерация киндо и проводится первый чемпионат мира. Сегодня же проходит множество крупных турниров, а состав федерации уже насчитывает около 60 стран-участниц. В Древней Японии к мячу относились с особым трепетом. Говорили «позор тому самураю, который не может разрубить врага пополам». Чтобы это сделать, тщательно проверяли баланс, прочность, а также остроту катаны. Сегодня же рубить врага пополам нет никакой необходимости. Поэтому катаны заменили на бамбуковые мячи. Самое время подробнее познакомиться с инвентарем киндо. Традиционная одежда для занятий киндо состоит из двух вещей. Это верхняя часть, это киндоги. Она может быть и легкой, и плотной. И нижняя часть, это хакама. В киндо важное значение имеет защита. Она состоит из нескольких вещей. Нижняя часть защиты называется таре. Она надевается на пояс и защищает нижнюю часть тела. Следующий комплект называется «До». Он защищает киндогу от боковых ударов. Сюда и сюда. Для защиты головы используется мэн. Удары наносятся прямой и два боковых. Еще существует единственный колющий удар, который наносится в нижнюю часть мэна. Мэн фиксируется сзади на затылке. Когда удар соскальзывает или не попадает в цель, крылья защищают плечи. Для того, чтобы во время тренировок или поединка пот не мешал киндоги, надевается тенегуи под мэн, то есть шлем. И она завязывается определенным образом. Для защиты рук используются перчатки. Они называются коты. Удары происходят вот в эту часть. Основной инструмент для занятия киндогу – это сенай. Он сделан из бамбука. Состоит из четырех частей, которые скреплены вот этой вот веревочкой. Называется цурой. И цура показывает, что режущая кромка, которая бьется по цели, – это вот обратная сторона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скажем так, шлем и иная защита реально спасает. Поэтому кинда не относится к травмоопасным видам спорта. Ну а что касается техники, то тут не все так просто. Переходим к мастер-классу. Базовая техника кинда состоит из элементов – это стойка, перемещение, техника атаки и техники защиты. Базовая стойка в кинда – левая нога на носочке стоит, пятка слегка оторванная от земли, правая нога спереди. Расстояние, например, ширина стопы. Хват мяча. Одна рука держит за край мяча, другая приблизительно на расстоянии ладошки спереди. Направление мяча в горло противника или в правый глаз. Базовое прямолинейное перемещение – вперед-назад. Основные удары в кинда – это рубящие удары, например, в голову – мэн. Удар в руку – кутэ. Кутэ. Удар в корпус – до. Также есть тычковый удар, который используется очень редко и наносится в область горла. Защита в чистом виде редко используется. Чаще всего она сразу же дополняется атакой. Основные защитные техники – уход с линии атаки, соперник бьет, тут же наносится удар ответный. Сбив мяча соперника. Соперник наносит удар – мэн. Взбиваем удар. Блок. Соперник наносит удар. Отбиваем. Наносим сами удар. Быстрые удары, грамотные перемещения и контроль соперника – это основа успеха в киндо. Однако немаловажное значение также имеет знание и беспрекословное выполнение правил боя. Поединок длится 3 минуты до 2-х ипонов, то есть до 2-х оцениваемых действий. Критерии оценки в киндо – это кикинтай-ичи. То есть правильный удар мяча, правильная постановка тела и ваш дух – это выкрик во время удара. Также существует система штрафов или предупреждений. Он оценивается до 2-х штрафов. Когда киндо выходит из площадки или когда он роняет клинок, ему выносится предупреждение. Кроме непосредственно спаррингов, в киндо важное значение имеет киндо-ката. Рита, расскажи, пожалуйста, что это такое? Киндо-ката – это комплекс упражнений, где собраны основные техники киндо. В киндо-ката используется бакен – это специальный меч. Иногда его изготавливают из груши, бывает из других сортов деревьев. В ката два человека, они играют роли. Одна из них – учитель, вторая – ученик. Ученик, он следует за учителем, и учитель дает возможность победить себя. Существует 10 классических ката, но есть и другие варианты в других школах. Соревнования по киндо-ката не проводятся. Уровни чемпионата мира. Они в основном используются для тестации на дан и для улучшения техник. Сильнейшие мастера киндо, безусловно, родом из страны восходящего солнца. Кроме них, большими успехами могут похвастать, например, корейцы. А насколько быстры мячи белорусских спортсменов – узнаем прямо сейчас. Киндо появилось в нашей стране в 90-х годах прошлого века. Административным органом, отвечающим за развитие направлений, является благотворительный фонд помощи воинам-интернациалистам «Память Афгана». Что же касается именно спортивной составляющей, то опыт выступления на международном уровне у нас пока небогатый. Мы выезжаем раз в год приблизительно, когда еще не было коронавируса. И похвастаться особыми достижениями не можем. Но, тем не менее, три года назад приезжала представительная делегация сенсеев. Седьмые, восьмые данные, 12 сенсеев. И они сказали, что техническая сторона и уровень подготовки у нас достаточно хороший. То есть мы можем спокойно готовить до третьего дана. Если говорить о внутренних первенствах, то дебютный старт в Беларуси прошел в 2008 году. Кроме наших спортсменов, в нем пробовали свои силы мастера из России. Сегодня же, кроме турниров, неотъемлемой частью календаря киндо также являются семинары, которые проводят приезжие мастера. Стараемся проводить один турнир в год сами. То есть это, по сути, киндо-клубы в Беларуси, которые съезжаются и фехтуются. А также довольно часто проводим турниры, это когда приезжают приезжие с сенсеи. То есть это с Японии, с Австрии, с Германии и с Польши. Сообщество киндо в Беларуси пока нельзя назвать многочисленным. Движение представлено только в Минской области. Однако интерес к спортивному направлению есть. Поэтому имеются все предпосылки для дальнейшего развития. По регионам это все-таки Минск, это два клуба. Наш клуб и еще один клуб. И в Жодино еще существует клуб. Также приезжают люди с регионов, например, с районов, например, с Молодечно к нам в клуб. Вообще около 40 человек занимается вот так вот активно. Но когда приезжают сенсеи, например, 12 сенсеев, то, в принципе, приезжает и 70 человек. Но это уже подъезжают ребята, которые не активно занимаются киндо. Которые приходят, ну, раз в неделю, раз в две недели. Мечтей и дух как единое целое. Это киндо! Меня зовут Геннадий Байтович. Вы смотрели вот это спорт. Общайтесь с нами в социальных сетях. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова